Сказано, что служение хлебопреломления, оно особенное служение, которое дает нам возможность рассуждать о страданиях нашего Господа Иисуса Христа, о той цене, которая была положена ради спасения каждого человека. И, наверное, когда мы находимся на служении, то, с другой стороны, может возникать в нашем сердце, во внутреннем человеке, такой вопрос, а какую я готов платить цену в следовании за своим Господом? И я верю, дорогие братья и сестры, что Господь помогает нам идти за Ним, служить Ему, и если бы не Он, то нас бы не было на этом месте. Но благодарение Господу, что Он пришел в наши жизни, и мы имеем с Ним эти взаимоотношения, мы имеем с Ним заветные взаимоотношения, ступив в завет с Ним, и мы по-настоящему счастливы. Слава Богу! Я бы хотел сегодня проповедовать и говорить о теме смирения. Это всем нам известная, наверное, такая частая тема, мы часто слышим, и хотел бы также в напоминание нам и прежде всего к себе говорить это слово. И говоря о смирении, мы понимаем, что без смирения человек, все мы с вами, мы не можем угодить Господу, потому что Слово Божье, духовная истина, духовный закон говорит, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. И в нашем современном обществе, в котором мы живем, работаем, трудимся, такая черта человека, как смирение, не всегда, наверное, ценится, правда, но часто им пренебрегают и считают частью слабости человека. И в каком понимании сегодня есть смиренный человек, в каком есть нашем понимании? И мы, может, часто представляем, думаем так это, рисуем такую картину, это тихий, спокойный человек, но мы понимаем, что, читая Слово Божье, это не всегда так. Мы часто можем обращать внимание только как-то больше на внешнюю сторону человека, но не видим сердца его человеческого, не видим мотивов его, но наш Бог есть, сказано, сердцеведец. Он видит каждое сердце и мотивы каждого сердца. И в Евангелии мы читаем неоднократно о Иисусе Христе, что сказано так, что Он, зная помышления их, Он знал помышления каждого человека, и сегодня Бог по-прежнему знает помышления каждого сердца. Моего сердца, ваших сердец. И Иисус Христос часто, когда сталкивался с фарисеями, с книжниками, Он их упрекал и обличал, и говорил так, что горе вам, фарисеи и лицемеры, что вы как гробы скрытые, над которыми люди ходят и не знают того. То есть внешняя сторона, она была хорошая, она казалась праведной, но Христос, Он обличал этих людей, потому что внутри не было смирения, внутри не было праведности истинной перед Богом. И такой есть пример в Евангелии от Луки, мне он очень нравится. Говорится, это о два человека, в 18 главе, с 10 по 14 стих, говорится о двух человеках, которые вошли в храм помолиться. Один был фарисей, а другой мытор. Все мы знаем, то есть это было две молитвы, два человека, и они обращались к Богу. Фарисей стал, молился и говорил, «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь». Указывая на мытаря, говорил, «Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю». И когда я читал, то смотрел, насколько хорошая характеристика, правда? И постился человек, отдавал десятину, пожертвование. То есть все делал правильно, но мытарь сказано, «Стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но ударяя себя в грудь, говорил, «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». И Иисус сказал, «Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот, ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится». Хотя фарисей поступал правильно, все делал правильно, да, но он умолил этого человека, мытаря, посмотрел на мытаря, и он умолил. Он посчитал себя выше этого человека, и Христос сказал, что «Всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится». Слово «смирение», когда мы исследуем, мы находим, что оно имеет очень много граней. И смирение, когда исследовал, то выписал такие определения или характеристики, которые говорят о смирении. Смирение — это глубокое сознание собственного человеческого бестилия и нечистоты перед величием и святостью Божьей. Дерек Принц говорил, что смирение — это решение нашей воли, выраженное в поступках. То есть через поступки становится в жизни человека видимым его сердце и состояние его внутреннее. Еврейские учители говорили так, что прежде всего смирение — это покорность, готовность в любой момент слушаться Бога. То есть это было тесно связано с нашим послушанием, перед нашим Господа. И кто-то говорил, что смирение, оно выполняет желание Бога, а гордость, оно выполняет только свои собственные желания. И мы видим в Слове Божьем, что противоположность смирения — это гордость. И в книге притчей сказано, «Гордость, а чей надменность сердца, отличающая нечестивых, — это грех?» Гордость — самый первый грех и корень всякого греха. И когда мы говорим о смирении, то, дорогие друзья, если так можно представить смирение как дерево, то на этом дереве непременно будут добрые плоды. Я бы хотел привести семь вот этих таких признаков или плодов, или особенностей, которые следуют за смирением на основании Слова Божьего. Первое — это страх Божий. Книга притчи, 22 глава, 4 стих сказано, «За смирением следует страх Господень, богатство и слава и жизнь». И мы также знаем, что начало мудрости — это страх Божий. Второй плод — это мудрость. Притч 11 глава, 2 стих сказано, «Придет гордость, придет и посрамление, но со смиренными мудрость». Второй плод — это мудрость. И кто-то говорил такое выражение, «Мудрость не в силе, но в мудрости есть сила». Третье — это благодать. В послании от Якова, в 4 главе сказано, «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». И в притчах также цитируется это местописание. Хотел бы привести такой пример из Ветхого Завета. Это жизнь Неймана, 4 книга Царств, 5 глава. Сказано, это был хороший, отличный воин, военачальник, был в уважении перед людьми, перед царем. Но сказано, у него была одна серьезная проблема, хотя он был отличным воином, но был прокаженным. И вот однажды так получилось, что одна израильская девочка, которая была в плену у сириан, сказано, когда служила жене Неймановой, то она сказала, «О, если бы Господин мой побывал у пророка, который в Самарии, то он снял бы с него проказу». И когда Нейман услышал это слово, то мы понимаем, что когда у человека есть какая-то проблема, и он находит какой-то совет, или совет, чтобы решить эту проблему, он непременно будет следовать этому совету. И так поступил Нейман, сказано, он пошел к царю сирийскому и рассказал всю ситуацию, и царь сказал, «Пойди, сходи, а я пошлю письмо к царю израильскому». Он пошел и взял с собой 10 талантов серебра и 6 тысяч стеклей золота, и 10 перемен одежд, и принес письмо царю израильскому, в котором было сказано вместе с письмом всем, «Вот я посылаю к тебе Неймана, слугу моего, чтобы ты снял с него проказу, его». И когда царь израильский услышал эти слова, то сказано, он прочитал это письмо, разодрал одежды свои и сказал, «Разве Бог, чтобы умершлять и оживлять, что он посылает ко мне, чтобы я снял с человека проказу его? Вот теперь знайте и смотрите, что он ищет предлога враждовать против меня». Мы видим дальше вот этот ход событий, он такой не совсем может быть приятный для Неймана, но когда узнал Божий пророк, Божий человек Елисей, то он сказал царю израильскому, «Что царь израильский разодрал одежды свои? Для чего ты разодрал одежды свои? Пусть он придет ко мне и узнает, что есть пророк в Израиле». И прибыл Нейман на конях своих и на колеснице своей и остановился у входа в дом Елисеев. И выслал к нему Елисей слугу сказать, «Пойди, омойся семь раз в Иордане, и обновится тело твое у тебя, и будешь чист». И разгневался Нейман, и пошел, и сказал, «Вот я думал, что он выйдет, станет и призовет имя Господа, Бога своего, и возложит руку свою на то место, и снимет проказу. Разве Авана и Фарфар, реки Дамасские, не лучше всех вот израильских? Разве я не мог бы омыться в них и очиститься, и обратился, и удалился в гневе?» Когда Нейман пришел к Елисею, то мы видим, что он думал, что пророк выйдет, помолится, возложит руки, но то, что рисовал вот в своем разуме, в своем представлении, этот человек, этого не произошло. Сказано, Елисей даже не вышел. Он послал слугу и сказал, «Омыться семь раз в Иордании, и обновиться тело его, и он будет чистым». Нейман, он, как бы, сказано сразу, он не согласился с этим, он разгневался, он начал поступать по разуму, говорил, почему именно в Иордании, то есть приводил другие какие-то источники, но, сказано, рабы дальше подошли его и говорили ему, и сказали, «Отец мой, если бы что-нибудь важное сказал тебе, пророк, то не сделал ли бы ты, а тем более, когда он сказал тебе, «Только омойся, и будешь чистый». Когда услышал Нейман эти слова, то сказано, «Пошел и окунулся в Иордании семь раз по слову человека Божия, и обновилось тело его, как тело малого ребенка, и очистился». Это такой хороший, дорогие друзья, братья и сестры, пример для нас, как смирился человек, как послушался человек, может быть, не с первого раза, но когда услышал вот эти советы хорошие, смирился, пошел, сделал так, как сказал Елисей, то в его жизнь пришел Божий ответ. И я верю, дорогие братья и сестры, в то, что Слово Божие говорит. Когда мы смиряемся перед Господом, когда мы слушаемся Слово Божье, мы непременно в нашей с вами жизни будем видеть ответ. Слава Господу! Четвертый плод – это Божье внимание и расположение. Исайя, книга пророка Исайя, 66 глава, 2 стих. «А вот на кого я презрю на смиренного и сокрушенного духом и трепещущего перед Словом Моим». Слово Божье говорит, что Господь возвеличил Своё Слово. В книге Псалмов написано «Ибо Ты возвеличил Слово Твое превыше всякого имени Твоего». И для нашего Господа, дорогие друзья, очень важно, когда Он видит нас, что мы знаем Его Слово и исполняем Его. И наоборот, когда человек, он противится Божьему Слову, не слушается, когда, может быть, старается оправдать свои беззакония Словом Божьим, он не будет никогда иметь успеха. Сперджин говорил когда-то такое выражение, «Наша сила кроется в том, что, принимая Слово Божье, мы не стремимся подстроить Его под себя, но наоборот, подстраиваем себя под Него. Мы не должны заставлять Библию преклоняться перед нами. Да, это и невозможно, потому что истины Божественного Откровения так же тверды и непоколебимы, как престол Божий». Еще один хороший пример послушания и смирения перед Словом Божьим записан в Евангелии от Луки, пятой главе, когда Господь Иисус призывал апостолов. Из первого стиха сказано так, «Однажды, когда народ теснился к Нему, чтобы слышать Слово Божье, а Он стоял у озера Генесарецкого, увидел Он две лодки, то есть Иисус, стоящие на озере, а рыболовы, выйдя из них, вымывали сети. Войдя в одну лодку, которая была Симонова, Он просил Его отплыть несколько от берега, и сев, учил народ из лодки. Когда же перестал учить, сказал Симону, «Отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова». Симон сказал ему в ответ, «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову Твоему закину сеть». Сделав это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась, и дали знак товарищам, находившимся на другой лодке, чтобы пришли помочь им, и пришли и наполнили обе лодки, так, что они начали тонуть. Увидев это, Симон Петр припал к коленям Иисуса и сказал, «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный, ибо ужас объял его и всех бывших с ним от этого лова рыб ими пойманных». Здесь мы видим такую ситуацию, что апостолы, они были рыболовами, имели хороший опыт, правда, ловили целую ночь, но не имели улова. И когда Иисус сказал им, «Симон, отплыви на глубину и закинь сеть», сказано, «Симон, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову Твоему закину сеть». И в этом проявилось такое послушание и смирение апостолов, и они имели большой-большой успех. Слава Господу! Следующий плод пятый – это честь. Книга притчи, написано 29-23, «Гордость человека унижает его, а смиренный духом приобретает честь». Следующее, шестое – это утешение. И все мы, дорогие друзья, братья и сестры, проходим разное время в нашей жизни. Так бывает, что трудности, скорби, переживания, и все мы время от времени нуждаемся в Божьем утешении. И Священное Писание говорит во 2 Коринфянам, 7 главе, 6 стихом, «Но Бог утешающий смиренных». Смиренный человек будет иметь в своей жизни утешение от Господа. И последнее, седьмое – это спасение. Псалом 33, 19 «Близок Господь к сокрушенным сердцам и смиренных духом спасет». Слово Божье, когда мы читаем, то можно и больше говорить этих плодов, но я выделил вот этих 7, обратил свое внимание. И это является большим-большим, дорогие братья и сестры, благословением сегодня для каждого из нас, что мы, как верующие люди, смиряя себя по Слову Божью перед Господом, в нашу жизнь приходит Божье расположение и Божье благословение. И самым, я верю, что вы все согласитесь, что самым большим примером смирения для каждого из нас это является Господь Иисус Христос. В послании филиппийцам 2 главе сказано 6-8 стих, «Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной». Когда мы исследуем жизнь Иисуса Христа, мы видим вот этот пример смирения во многих Его ситуациях, которые были на Его жизненном пути. И сегодня мы просто учимся на Его примере, учимся смирению. Сказано, что Он был, смирил себя и был послушным до смерти и смерти крестной. И все мы знаем, что крестная смерть это была самая позорная смерть, самая последняя смерть, казнь. Человек был обнаженный, отверженный людьми. И так наш Господь Иисус, Он висел между небом и землею, потому что был смиренным. Он мог умолить легионы ангелов в защиту Себе, но, сказано, Он покорился воле Небесного Отца, смирил себя и прошел этот путь до конца. И в этом было смирение нашего Господа Иисуса Христа. И я бы хотел, дорогие друзья, братья и сестры, молиться со всеми вами и благодарить Господа за то, что Он есть в нашей жизни, за то, что Господь помогает каждому из нас, за то, что сегодня Его Слово, оно открывает нам истину и просветляет очи нашего сердца. И мы будем просить у Господа, чтобы Господь помог нам смиряться на этом пути. Может, перед нами мы проходим сложные обстоятельства, но я верю, что Господь видит наши сердца. И когда Господь будет видеть наше смирение в нашем сердце, Господь непременно будет нам помогать. Поэтому мы сейчас склонимся на наши колени и будем благодарить Господа. Аминь.